Всем доброго времени суток, друзья! С вами Макс Намб, и это 31-я часть нашего с вами прохождения сталкер-мода. Объединённый пак 2.1, сложность и реализм, и мы с вами наконец-то выбрались с тёмной лощины, с тёмной долины, и мы с вами надвигаемся отдать Юрику его шнью ТМП, а винтовку, вернее, которая, ну, вернее, автомат, который он нас послал по квесту. Ну, знаете, типа он нас гнал по квесту, я этот квест не брал, но так как он находится здесь близко, я ему эту винтовку, автомат этот отдам, и пошавишь по тайникам. Быстро мы с вами перейдём к Ордону, поговорим с Сидором, может, ему что-нибудь продадим, также зайдём к Рысяку и выдвинемся с вами на болот. А, здорово! Ну, короче, Юр, твоя ТМП, больше я тебе ничего таскать не буду, у него есть ещё один квест, но он, типа, подписался перед своими друзьями, что сможет убить, короче, этого, как он, дюлера, и притащит, для доказательства, егошнюю лапу, но я не буду ему это тащить, может быть, когда-нибудь, когда мы мимо будем проходить, я ему притараню эту лапу, а сейчас мы с вами разберёмся с тремя бандитами, которые охраняют крон, в котором ничего нету. Я не знаю, это не квестовые персонажи, всё решилось гранатой в один, три человека склеили ласты, тут же мы находим артефакт, трёх камней. Так, здесь забираем патрончики, обшмонаем этих бандитиков, у них есть пули, довольно много пуль у новичков, банка пива, а также патроны бутер и, ну, также сникерс пойдёт. Тут же переходим на следующую, эту, как она, чё, крыску с ножами не взял здесь, что ли? А мы не сюда, нет, чё-то у вас много, идите-ка вы по своим делам, а я по своим, короче. Чё-то я не на тех нарвался, ну, ладно, здесь мы, короче, перейдём на следующую сторону для обшаривания тайника. Это тайник, по-моему, то ли Костин тайник, то ли ещё кого-то, ну, короче, тайник находится здесь. Правда, вокруг него куча аномалий, но ничего, переживём. Мы же с вами опытные сталкеры уже, мы же с вами получили ранг, когда были на арене, опытный. Так, и давайте разберёмся с местными собачками. Это у нас молодая псевдо-собака. И там же есть этот вояка, который шмаляет, по нему лучше не стрелять, потому что вертушки, которые летят за них, и, ну, за них мстят или чё, я не хочу, как бы, этого. Поэтому придётся здесь как-нибудь по-бырону дела закончить, обшармонать тайник, посмотри, что у него есть вообще, и двинуться в сторону крысюка. Так, чё тут есть? О! Тут есть артефакт, полный свет, нормально. Всё, теперь дёргаем отсюда. Нам враждовать с этими вояками никак нельзя, потому что их не главный командующий, он, как бы, даёт квесты, а я не хочу, как бы, такого, чтобы он нам был врагом, и квесты мы у него взять не могли. Поэтому придётся идти в обход. А, и мы же в этом, в этом части прохождения дадим ноутбук фанату, он сделает нам телефон, который нас перекинет к армейским складам. Но мы ещё до фаната не дошли, поэтому перепортируемся очень быстро в место, и здесь находим... находимся возле деревни. Сбрасываем радиацию, которая нам не нужна. Тут же надо похавать они, да? Лунный свет, выносливать 100%. Так, надо что-нибудь выкинуть ненужное, а, вернее, снять вспышка. Нормально-то, даёт, значит, бенгальский огонь один снимем, и лунный свет напяним. Так. Нам хочется дико жрать. И у нас ещё очень сильный перевоз. Сейчас мы разберёмся с этой проблемой. Надо дойти только до... до крысюка. Так. Он находится здесь недалеко. И так же мы так же телепортируемся в деревню новичков, или нет, потом пройдём. Так, а чё у этого ничего нету, чувака? Нет, у него ничего нету. Так-так-так-так-так-так, чё мы съесть? Иго мы есть не будем. Давайте, Питер, закалываем. У нас перегрузы делают, да? Куда пойти? В деревню новичков или в кульсуку? Давайте вначале это всё скинем в деревню новичков. Тем более здесь какая-то перестелка будет. Ярая с бандитами. Я не знаю, чё им надо, кстати. И они, походу, нападают на деревню новичков. Давайте подождём, пока эта перестелка закончится. Шмонаем всех. Опля, вот это мне вообще повезло. Повезло убежать. Ветеран. Ветеран бандитов против новичков, да? Такая сильная эта группировка бандитов. Они даже скопытили чувака в экзо-скелете. Офигеть. У него два пулемёта. Блин. А у нас перегруз. Надо бы их как-то спихнуть. Давайте, короче, как-нибудь по-быстрому попытаемся всех обшмонать. Трупов, короче. Показать, мы обшмонали быстрее нас. Так, патрончики забираем себе. Этот чувак уже пустой. Ну, ё-моё, я не успел тебя скинуть. Я тоже много чё не могу. Этот... Короче, забит рюкзак. Куда вы это идёте? Погоди ты, дайте мне обхманать кого-нибудь. Так. Пять патронов забираем себе. Чувак, давайте ему чё-нибудь продажём. У него и так много оружия, короче. Что же ему продать такого? Продать-то и нечего. Мы, Грантаметаму продать? Мир, наверное, дешево возьмёт как-то. Ну, хоть один да продадим, да? Мы более свободно уже себя чувствуем. Находим напиток сталкер. Так, предметов у тебя нету, да? А у этого чувака тоже... Уже не так быстро всех обшмонали. Вообще просто ужасно. Нам на продажу всего лишь два пулемёта осталось. Походу, собрать. Здесь ещё где-то есть труб, да? Вот я не могу понять, почему здесь через забор нельзя перепрыгнуть. Чё за тупизм? Этот тупизм, кстати, длится уже с стены Чернобыля. То есть не канает через него перепрыгивать. Ладно, давайте обшмонаем вот этого чувака. Посмотрим, чё заберём у него пули. И, наверное, пулемёт не будет перегруза сильного. Два пулемёта есть перегруз. Понятно. Значит, один себе оставляем. Один продаём. Пошаримся, чё у них есть. Пульки. Пульки собираем. Собрал тут две. Надо забрать всё с них. ТДА. А, у этого чувака уникальный больницкий плащ. Плюс пять килограмм, выносливый плюс семь, двадцать процентов. Ну, он такой слабенький, конечно. Типа барыга. Ладно, я ещё вернусь, ему продам. Сейчас я постараюсь продать ему, короче, всё. И... И, 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 так, этому чуваку мы шустрому ничего не можем продать. У него женой денег всегда. Так, чувак, давай тебе что-нибудь добавим. Ты... Покупай, короче, пулемёт. Тут для какие-то копейки. Сейчас подойдёте. Второй притаранет. И, короче, второй тоже купишь у меня, потому что деньги вообще явно нужны. У нас нет вообще пуль. У нас вообще ничего нет, в принципе. Но мы с вами перейдём на болото. Я думаю, там будет нормальная движута какая-нибудь. Так, всё, мы ему два пулемёта продали. Так, 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 так. Чём ещё мы... А, я забыл ещё плащ. Или мы ему продадим этот плащ, или он его за бесплатно собьёт. Такой вот выбор, конечно, вообще просто выброс какой-то. Хотя, я думаю, может быть, всё просто спихнуть. В один рюкзак спинуть просто и взять чисто необходимое. Вот и всё. Ну, а, и факты там нужно ещё что-нибудь. Остальное всё оставить. Ну, аптечек там пару. Ну, это я сделаю на следующей локации. А, на локации болото. Ну, следующая локация, на которую мы перейдём, да. Тяжеленное, огромное болото. Надо с ним побазарить насчёт этого, так. Продадим ему курточку. Так, и отдать ему егошний ноут. Так. Привет, фанат, нашёл я твой ноут. Так, получен атипакт душа. Ну, давай, телепортируй меня. Телепорт нам нужен будет. На склады, посмотрим, как там и что там. Так. Нам нужен атипакт душа. Имеется в наличии? Да, имеется. Давай, тут мне работа помогает. Ребята помогают с расчётами. Ты... 9000 или 2500 отдаём. Отдаём, короче, 9000, походу. И телепортер нас будет чисто на армейские склады перекидывать. А если отдать 2500, я не проверял, что будет. Телепорт готов, короче. Так, 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 так. Взять с собой хочется, а взять нечего, в принципе. Так, наверное, граната мёрт. Продадим, да? Продадим ему Сидорыч. И двинемся в сторону болот. Так, так, так. Могончик играем, да? Что притащил? Так, что у тебя есть? Купить, купить, купить. Так. Взять с ними вначале продать. А он не по кончикам ценам покупает все это, да? Гранатомёт, там, не гранатомёт. Так, 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 купить у него чего-то есть. Карабин Моссин. Интересно, покупается ли это винтовку или нет? Чем они отличаются, так я не понял. У них даже ни один прицел, из-за того, что он нам предоставляет, кстати, не идёт. И в чём отличие это есть, я тоже понять не могу. Это две винтовки. Он продаёт только по разным ценам. Только в разных... Они разного размера и разных цены. Покупать нет. Так. Сколько уже, 16? Патроны. Сколько это обойдёт? 40. Нет, в общем, не будем ничего покупать. Давайте сохранимся. Так. Мы получили новое достижение по количеству нормали. Так. И всё-таки, наверное, мы купим патроны на ТМП. И всё, изменимся на болото. Так. С ремонтом комбинезон стрелка, кстати. Пусть нам тоже отремонтируют. Это нормальный комбик. Надо ещё патрончиков купить по максималке. Потому что болото, я не знаю, ещё там будет. Но патроны нам обязательно нужны. У нас их вообще нет. Поэтому... Ну и всё. Двигаемся в сторону болот. Так. Надо ненужные пистолеты, короче, спихнуть, разрядить. Мы их здесь оставим. С собой я как бы не буду это тащить. Я не знаю, что там на болотах. Может, там на болотах снаряжение получше будет. Поэтому давайте всё, что ненужное, спихнём. И разрядим вначале. А потом спихнём. Так. Это разряженное, разряженное. Это тоже разряженное, да? Так. Ну всё. Пистолеты тоже спихиваем. Потому что у нас есть автоматы, которые стреляют пистолетными патронами. И для нас как бы это нормально. Ну что ж, друзья. Вот подходит к концу 31-я часть нашего с вами прохождения. С вами был МАК НАС. Увидимся с вами. В 32-й части. На болото. И... Всего доброго, друзья! Увидимся. 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 Продолжение следует...